Всех приветствую на своем канале. Это видео будет посвящено долгожданному запросу, откуда пошел сленг Лёли. Я долго думала, если бы мне написали тупо список слов, которые люди хотят знать, что обозначают, чем связано, то мне было бы легче. На самом деле у меня где-то лежит тетрадка с какими-то словечками такими сленговыми. Если я ее все-таки когда-нибудь найду, разберу свои эти закрома бумажной родины, то я запишу продолжение этого видео. Ну а пока я решила сделать вот так. Я вчера еще готовилась, собиралась сделать. Написала себе шпаргалку. Я иногда в нее буду заглядывать, уж простите. Тема, потому что как бы большая такая объемная. Ну и что-то я вчера пока собиралась, думала пораньше лечь. В результате ВКонтакте были с мальчиком, с которым мы давно-давно еще на тифаретнике стали общаться. И потом редко-наметко получилось, что, не знаю, год мы с ними общались, два вообще, ну как-то два часа мы с ним протрендычали. И как бы и уснула я поздно и ничего не сделала. Ну вот, сегодня я все-таки взяла себя за жабры, просмотрев несколько серий аниме одного. И даже выйдя на улицу в снег и выведя кота на балкон впервые в жизни, кот увидел снег. В общем, я решила все-таки записать это видео. Ну как бы долго собираешься надо. Откуда пошел мой сленг? У нас, скажем так, он пошел из детства. У меня есть сестра и двоюродная старшая. И в детстве мы как бы лето все время проводили вместе до определенного возраста. Ну и я как бы не то, чтобы я ей подражала или еще что-то, но она за меня была чем-то вот типа идеала. Вот не кумир, но что-то вот человек, на которого можно равняться. У нее профиль такой был, который вот, если я у человека мужеского пола находила такой профиль в лице или какие-то отдаленные черты, я считала, что это идеал, скажем так. Ну и, соответственно, так как она у меня старшая была примерно на 2,5 года, ну, можно сказать на 3, но на самом деле до 2,5 года. И, так как я с 84-го, она с 81-го. Получалось так, что в какой-то период жизни у нее появились некие такие словечки. А я такая любознательная была, много читала книжек, спинка мамы, всякие интересные словечки и фразочки выписывала в тетрадочку, в какую-то там. Я думаю, что она у меня, возможно, даже сохранилась. И какие-то фразочки у меня тоже ходили в обиход. Какие-то фразочки музыкантов ходили в обиход. Вот началось это все с двух слов. Децл и Харе. Харе, насколько я помню, хватит, а Децл, соответственно, маленький. Чуть-чуть или что-то в этом роде. Ну да, тот же самый Децл, который в каком-то там году, наверное, в конце 90-х, начале 2000-х, точно не помню, читал типа рэп. Не получится у меня, наверное, эти пальцы скрестить так, не козой, а как-то так вот скрестить, чтобы оно было типа рэп, да. По децлу я с ума не сходила, у меня по нему сводила с ума другая подружка. Я вообще как-то отношусь к тому, что супер популярно, я его так отчекиваю. Наверное, потому я перевожу спин-оффы по Мадуге. Что они как бы именно те, которые не популярны. Ну, соответственно, так как у меня мама была библиотекаря, она мне таскала из библиотеки всякие журналы, книжки, молодежные журналы. Я на тот момент как-то не интересовалась книжками, произведениями о молодежи, я там все читала историческое. Она мне все так натаскивала, натаскивала, думая, что как бы заинтересуюсь, потому что все мои сверстники, сверстницы, сверстники, да, вот. Вот, они как бы читали, если читали, то именно что-то такое там про детей своего возраста. Я как-то вот это все мимо в тот момент пропускала. Я читала, допустим, «Последний день Помпейс» со второго или третьего раза, она у меня пошла. Ибо как бы мне мама говорила, что еще рано ее читать, то все, она не пойдет. Ну и, в общем, я выписывала просто словечки. Мне было интересно, вот меня так увлекла эта тема. Ну, сленга я списала, у меня была тетрадочка сленга музыкантов. Оттуда есть у меня слово «лажа». Лажа – это ошибка, если кто не знает. Лажать, ошибаться, да? Еще был сленг какой-то. Я, честно, я не знаю, кто его и где употреблял, потому что я даже не помню журнал. Может быть, Маруся журнал, может быть, журнал «Ровесник», может, еще что-то. Вот такие журналы, по-моему, они до сих пор еще существуют. И там был такой молодежный сленг, очень своеобразный, как я поняла, потом, видимо, употребляла его только я. Потому что, когда в 16 лет я пошла в художку, то мне там товарищ, преподаватель мой по рисунку, Александр Николаевич, ой, какой-то мужик, я его до сих пор злого Александра Николаевича встречаю, он еще раньше, когда вот уже закончила художку, он почему-то, его все называли просто Саша, а мне было неудобно, я его называла по имени-отчеству, он как-то обижался. Он мне тогда прикалывался, еще народ такой в художке был разный, разного формата, в смысле возраста вообще, и они тоже мне говорили, что типа тебя надо создать, ну, может, троллили, может, шутку, да, вот так вот. Вот я не считаю, что троллинг это именно зло, вот именно подшучивали надо мной, может, еще как-то, чтобы я создала словарик своего сленга, ибо не все меня понимали. Я употребляла какие-нибудь фразочки там из английского, потому что на тот момент, ну, как бы, если кто не в курсе, то у меня там видос такой жуткий, типа про ВТП, да, мне в 10 классе, где-то середина, нельзя было заниматься в школе, и мне нравилось заниматься только один час, один урок в сутки, один урок в день, для меня это было вообще трагедия века, я, соответственно, изучала английский чисто для себя. Ну, и я какие-то фразочки из английского употребляла, какие-то там французские фразочки, слова, и я их как-то трансформировала до того, что, ну, как бы они, может, уже и не звучали по-французски или по-английски. Это как сейчас, допустим, френд, это типа друг, да, и френдинг, это чтобы подружиться, чисто уже пошло, наверное, из контакта. Ну, и, в общем, пошли вот такие фразочки, чисто из-за того, что моя сестра когда-то употребила каких-то, может, она больше слов таких употребляла, но меня тогда зацепила именно Харейдетсу. Мне считалось, что это как-то круто, если сестра это употребляет, значит, это вообще, ну, предел совершенства. Но это ни в коем случае, ее не надо обвинять. Я до сих пор считаю, что у меня очень классная сестра. И, хотя одна моя подружка тогдашнего времени, 15-16 лет моих, она меня на год была младше, она считала, что это очень плохо, что я считаю сестру Диавану, и что типа на нее надо равняться. Сейчас я загляну в свой вот это краткий план про сестру, я тут вам уже сказала. Ну, и вот словечки, кстати, вот лажа, это значит ошибка. А еще залипуха. Залипуха мне некоторые слова просто очень нравились сами по себе. Я их переписывала, там какие-то употребляла, какие-то нет. Залипуха это тоже ошибка. И потом у меня была подружка такая, мы с ней, ну, довольно долго общались, Ира Матвеева. Возможно, я про нее говорила в видео про дружбу. И да, кстати, у меня там был вопрос в видео с разрешением задавать ваши ответы на мои вопросы. Тоже такой степ. Насчет дружбы мужчина-женщина, женская дружба и что-то еще. Вот, по-моему, это все у меня есть именно вот в том видосе про дружбу. Может, я как-то не разделяю вот этих проблем, мужчина-женщина, женская дружба, или дружба с мужчиной-женщиной. И мы с ней, в общем, стали писаниной заниматься. Ну, когда я мамам узнала, что там какие-то мысли записываю, застукала меня, она так восхитилась, Лёля, пиши дневник. А я как-то считала, что это очень плохо, писать дневник. Ну, и, в общем, получилось так, что какие-то слова нравились мне. Какие-то я потом делилась циркой. Может быть, у нас общее было увлечение этих странных слов. К примеру, у меня в детстве интересовали всякие ЛГБТшки, трансвеститы, вот это вся такая тема. И, ну, скажем так, наркоманы, все вот это девиантное поведение. Я даже потом в педе брала себе какие-то темы контрольных, именно с этой тематикой связанные. И получилось так, что мы с ней писали что-то такое, какие-то повести очень ранних. Она у меня там где-то даже идёт именно как с учётом авторских прав. Перо передаю Ире Матвеевой или она передаёт перо Лёле. И у нас были тоже там какие-то сленговые словечки. Затач-плесневелая. Затач-это что-то такое, я сейчас уже просто редко это употребляю. Даже, возможно, не помню ни к теме, не связано как-то с тем, что вот я снимаю на видео, ну, никак не впишешь, да? Затач-это то, что сейчас, допустим, называется задрот. Только в очень плохом смысле. Раньше я считала, что задрот, это вот чисто мне, когда стала на тифаретнике общаться с программистами, узнала эти слова, я считала, что это, я не понимала, что это такое, я считала, что это что-то очень плохое, а не тот же вариант Атаку, Атаку в смысле в японском понимании, что кто-то чем-то увлечённый. Вот у меня в манге, которую я перевожу в Ампир и Сангоку, там есть мальчик, изучающий историю, его называют Атаку. У нас Атаку называют в России только те, кто тащится по аниме и манге, да? И вот Затач, это, скажем так, что-то такое, которое сидит дома, боится на людей показаться. Затач это своего рода хики, только в очень-очень плохом понимании. В очень извращённом понимании, допустим, это можно считать оскорблением. Плесневелая это была, вот как фраза такая, уже, наверное, никто не помнит сейчас. Вот, возможно, в Хамментах будут вопы на тему, что я там вообще в каких-то 90-х застряла, или ещё где-то там, как шнурки в стакане, фраза такая была, ну, типа родители дома, да? Шнурки в стакане, родители дома. Я считаю, что сейчас вот просто подумала, мысля пришла, что это своего рода сленг молодёжи, чтобы было какое-то что-то общее, отличающее их от родителей, да? И вот что-то своё, какая-то такая своя среда, ну, замаскировать там, чтобы не все поняли. Скажем так. И вот шнурки в стакане, а плесневелая это старость. Плесень, старость, плесневелая старая, старик или что-то в этом роде. Задость плесневелая в моём сленге, и вот откуда я это всё подцепила, оно обозначало что-то, ну, если вас кто-то оскорбил, хочет обидеть, и при этом сам из себя ничего не представляет, то вы можете обозвать его задость плесневелая. А, вот тут у меня есть, я переписала с каменда две фразочки. Нижнее полушарие мозга. Нижнее полушарие мозга вообще пошло у меня, ну, я не помню, мы в классе пятом или шестом, в каком-то там средней школе, в каких-то классах по биологии люди начинают проходить вот это строение человека. У нас кто-то на биологии из класса вышел и сказал вместо, там, ну, голова стоит, там, этот мозг, из левого и правого полушария, было сказано, нижнее полушарие мозга. Но мне что-то тогда так прицепилось, что оно так вошло в обиход. Нижнее полушарие мозга, ну, в смысле попа, скажем так. Так, благословит вас какой-то бог, благословит вас какой-то бог. Это уже мое чисто трансформировавшееся, это была фраза моей подружки, она православная. Да, если вы хотите, ждете, что я сейчас тут буду что-то такое говорить, а у вас попа-боль от каких-то там религиозных глядов, то, пожалуйста, идите молча куда подальше, потому что каменты ваши ради розжига какой-нибудь там сетевой диванной войнушки я буду удалять. Если у вас нормальное восприятие, то оставайтесь со мной, не будьте заточами присневелыми. Короче, у моей подружки была, есть такая фраза, благословит вас Аллах. На самом деле, это, конечно, ее такой очень специфический, можно даже сказать, специфический трешовый стеб. Ну, и когда я говорила что-то подобное, соответственно, оно мне прицепилось, то меня не всегда понимали. Ну, и я поэтому изменила на благословит вас какой-нибудь бог. Почему я изменила после того, как я на мое упоминание одного слова приходила как минимум 2-3 человека и прыгала в каментах, разводя срачей, извиняясь за такое слово. Вообще срач, понятие мои родни, это мусор. С другой стороны, срач, это в моем понятии очень долгое время было. Как кто-то сходил в туалет и не смыл за собой. По-большому, допустим. И чтобы перейти к этому словечку, мне надо сюда заглянуть и сейчас уже пройтись как бы постепенно. Вот было детство, я тащилась от сестры, почитала журналы, переписала, пообщалась с подружкой, писала всякую такую фигню. Ну, я фигню такую писала, наверное, до 2007-2008 года. Потом уже как-то меня так постепенно попустило, я стала доделывать то, что до этого писала. Вообще мне мой товарищ Пасканейту говорит, что я очень занижаю себя, и у меня супер такая сверхирония, которая уже за пределы всего. Поэтому, если я раньше говорила, допустим, ну, называла свои тексты, ну, допустим, стихи и прозу бредом, да, я обозначала этим, я точно так же считала, что, ну, как бы никого не оскорбляя, я точно так же называла произведения других своих там коллег, в кавычках, да, скажем так, ну, можно без кавычек, ибо я в лето ходила в свое время, и, как бы, тоже бредом. То бишь, бред и мой, мои произведения, бред и тех, кого рядом, а не только мой. Я тут отползала, потому что у меня нос потек. Он вдруг согрелся и решил, что надо бы немножко быть насморком. А так как я с собой ничего не везла, то пришлось нажимать на кнопочку и идти за салфеточкой. Вообще, по идее, могла бы длить лоточку, но салфеточка мне попалась раньше. Так, сейчас я гляну, что у меня тут еще есть. Ну, и, как бы, вот, я говорил, что вот это вот бред, вот, что такое, ну, как бы, то, что я называю, допустим, свое произведение бредом, на самом деле я так не считаю. Это в свое время, так же, как я называла поэтов пиитами, по-моему, спинка своей подружки Маши, той же самой, которая православная, с этой вот фразой «благословит вас Аллах». «Благословит и приветствует», в общем, она говорила еще чаще, говорит. И, как бы, эта фраза обозначается очень хорошей. Ну, в смысле, допустим, кто-то чем-то хочет заниматься, и, гамбара, да, постарайся. Я очень рада у тебя, молодец. Что-то вот в таком духе, если переводить на русский, ну, типа, если нравится, то доставляет удовольствие, и не мешает другим, то почему бы и нет. Ну, и после вот этой писанины, как бы, слен там частично трансформировался, и мне еще тогда на сказках у Гастрана, у Гличу говорили, что надо какое-то, что-то такое. Правда, писали, напиши свою библию, да, библию от Киллерсона. Ник у меня был, Виртуал Киллер. Я, наверное, где-то про это говорила в каких-нибудь ранних видео. В общем, когда я зарегистрировалась на Тифалетнике, то я узнала много нового. Вот когда я попала к Байкерам, я там начала, допустим, материться, как бы вливаешься в компанию, да, и чтобы избавиться от мата, я как-то пыталась, ну, эти слова чем-то другим заменить, но мат у меня тоже трансформировался. Но так как я стараюсь сейчас не материться, тем более в камеру, то уже больше половины не помню, то, соответственно, я ничего вам привести не смогу. Никакого такого примера. В общем, ходила по сети такое словечко «принять ислам». Я долго не могла понять, как это вообще, с чем связано, что это такое, потом мне объяснили. Как я поняла, какой-то человек перед тем, как умереть, сменил религию вероисповедания и умер. После чего пошла вот эта сетевая фраза «принять ислам». Если я как-то не очень понятно объясняю, зайдите на ловку. Или в интернете просто загуглите там куда-нибудь в Яндекс, еще куда-нибудь загуглите, заиндексите, чисто рели на слово, да, в поиск, короче, забейте и найдете. Ну и когда я говорила в видео, что типа «принял ислам», то бишь «умер», ну, сломался, умер, еще что-то, ко мне стали на канал прыгать там в комментах какие-то такие люди, девочки, мальчики, я знаю, которые, ну, вот, есть люди, которые из любого слова, из любой вещи сделают вот этот вот срач, лишь бы там чему-то придраться, и выведут это все так, как будто, вот для них это трагедия века. Вот ты сидишь, знать их не знаешь, а они считают, что ты их специально хочешь оскорбить. Вот такие люди, они очень, я считаю, тип такой людей, портят много кому жизнь. Я бы их куда-нибудь отсылала на необитаемый остров, чисто чтобы они как бы между собой там варились. В общем, у меня принятие слом трансформировалось, я вообще эти слова трансформировалась своего рода, в исламировать. То бишь, если меня там кто-то писал, а я сижу, помираю, и типа, что ты делаешь, а я тут ислобирую. Умер в очередной раз, умираю в очередной раз, это вообще фразочку я взяла, по-моему, Ози Озбан или кто-то там еще, в ровеснике, в каком-то интервью, в переводе на русский, писал, что вот я, значит, его спрашивают, типа, как-то, а вот я тут лежу, помираю в очередной раз. Это я тоже взяла в обиход. Ну, что-то она мне так понравилась. Потом, ну и с кем-то я общалась, вот как с байкерами, там словечками какими-то обмениваешься, да, там, конечно, мат. Я от них долго-долго отвыкала. При том, что когда училась в кульке, как бы училище культуры, а я тут материться так. Благо, я к ним попала в 2002-м. Я поступила в кулек, а к этим я попала на полгода в 2004-м. Практически уже второй, третий, третий, четвертый, ну, где-то на втором курсе, можно сказать, библиотечного, своего дела, я получила, что... Аленка помнит, наверное, слегка так это. А может, даже и не слегка. В общем, да, я попала на тефоритник. Правда, это было конец 2008-го года, потому что я познакомилась с Глебушкой, он меня туда уволок. И, как бы, всякие разнословечки. Вот, ислам я оттуда подцепила, и из-за того, что прыгали у меня всякие в комментах, я перестала употреблять эту фразу, это слово, исключительно, чтобы, ну, не было конфликтов. Я совершенно не конфликтный человек, поэтому, как бы, чтобы избегать, я лучше сделаю что-то в ущерб себе, не буду говорить то, что, вот, как вести себя, как мне нравится, лишь бы, вот, избежать конфликта. Поэтому у меня оно вот вышло именно как два в одно, ну, вот, все сразу встали там, ну, не все, конечно, а вот и мне те, кто писали, что именно из-за таких, как я, считают из-за меня. Вот, все проблемы в мире происходят из-за меня. Считают, там, допустим, религию и ислам очень плохой. На самом деле, я считаю очень хорошей, потому что, когда в Средневековье христиане не мылись годами вообще никогда, или, там, один раз в год во всю свою жизнь, то в исламской Испании, как бы, процветала культура. Иваны тоже. Читайте книжек побольше, люди, прежде чем прыгать в каментах и негативом приваться. Ну, и поэтому произошла вот эта фраза «Благословит вас какой-нибудь Бог». Благословит вас Ираулу. Это отсылка к Инферносферот. Забивайте в поиск вместе с моим ником, и будет вам счастье. Если еще осилите, то вообще удвойне счастье будет. Так, про трансформацию я тут сказала этих слов реали. Так, ну и вот с какой бы я тусовкой ни общалась, там у меня всегда какие-то словечки от них подцеплялись, а попутно мой этот словарный сленг дополнялся. И словарный сленг, да, вот этот сленг мой пополнялся, список сленговых словечек в моем обиходе, скажем так. Ну, как бы с ним было, что-то подцепляли от меня, что-то подцепляла я. Времен кулька у меня было такое словечко «колеса», и я так называла таблетки. Ну, колесами, конечно, называют, во-первых, ну, сейчас помню байкеров, да, табуретка. Табуретка, ну, понятно, что такое табуретка, вот сзади меня, точнее, сзади штатива и с фотиком стоит табуретка. Четыре ноги чаще всего и досочка такая, типа стула, только без спинки. Табуретка – это скутер. Чисто в обиходе байкеров, да, колеса – это чаще всего машина. Или колеса – это у наркоманов как бы таблетки. Вот у меня таблетки я называла колесами. Можно сказать с такой иронией. Сейчас редко употребляю, но я помню, когда я говорила, я знала, что чаще всего, 90% была уверена, что, ну, никто не будет поддерживать мою стронку, когда люди начинали говорить на моем стронке, значит, это так приятно вообще. Я помню, Аленка, еще и старая компания, она, наверное, уже не помнит. У меня там была таблетка с головой, я сейчас с собой что-то таскала, уголь активированный, она, я ноги, там, еще чего-нибудь. Вообще аптечка с собой всынгивала того момента, и она у тебя есть колесико? Она тебе так приятно. Кто-то знает, ну, понимает тебя, вот, говорит, если хотите расположить в себе человека, то копируйте, зеркайте его слова. Наш японист в свое время, когда мы начали общаться, он почему-то этим страдал. Но это всегда в глазах бросается, когда человек копирует ваши слова. Если человек вам как бы не интересен, то это слегка удивляет. Ну, бросается в глаза и удивляет. Если человек как бы с общими интересами, то это приятно, и уже постепенно как бы не замечаешь, не всегда обращаешь на это внимание. И большая часть слов у меня, конечно, потом я есть, был такой момент в моей жизни, что выйдя из одной компании, я приобрела товарища сталкера. Это я вот недавно узнала, что сталкер это не только тот, который играет в какую-то там игрушку, это еще и тот, который чекистит. Причем благодаря нашему японисту. Я-то узнала, он смысл нашему японисту от него же. Еще потом приятель один узнавал, что это такое-то знал про это. Все знали, одна я в танке. Ну, может, не все, но... Большинство окружающих меня знали еще один смысл этого слова сленкового. В общем, был такой товарищ, который долгое время портил мне жизнь, и вот окружение, которое чекистило за мной, и вот о каждом моем шаге докладывала. Товарищ звонил мне на телефон, молчал в тропку. Это как такие, ну, маленькие такие минусы в преследовании, скажем так, были. Были и пострашнее там какие-то моменты. Если интересно, опять же, сказки у костра файликом, если поймете между слов, между строк, то ваше счастье. Если не поймете, то, в принципе, не особо много потеряли. На канале есть ссылка на них, насколько мне известно, в крайнем случае на архиве орг. Ну, и, по-моему, оно же еще есть файликом, прикрепленным в какой-то там теме на странице контакта, посвященной каналу. В общем, я вела дневник на ЖЖ еще до того, как пришла на Тифоретник, и как бы я писала посты на французском. Было так, что я писала просты на французском, потом пропускала через какую-нибудь программу переводчика и вставляла это на русском, пропускала еще раз через программу переводчика и вставляла уже на каком-нибудь другом языке, чтобы меня никто не понял. Ну, как бы зачем это вести, можно писать под замочным, можно вообще не писать. Да, ну, мне как-то хотелось так. Я считала, что это как-то безопаснее. Потому что тогда у меня были такие сказочные друзья, которые приходили ко мне, допустим, в гости, и пока я делала чай, мне скидывали фотки с моего компьютера, пропускали их через фотошоп и выкладывали на разные всякие сайты интернета и чаще всего якобы от моего имени. Так я узнала о существовании сервиса фотки, Яндекс.Фотки на Яндексе. Один из плюсов, ну, в смысле, если во всем видишь что-то хорошее, то вот единственный плюс вот этой травли интернетной и вуглича в том числе в реалии, в реалии, виртуаре, скажем так. Потом я, будучи потому, что писала, была внештатником местной улической газеты УГЭ сокращенно. Я думаю, вам не надо объяснять, что такое УГЭ сокращенно. УГЭ. Причем, когда я говорила тогдашней своей знакомой, работавшей в этом УГЭ, что УГЭ сокращенно обозначает, она почему-то не как-то придавала это значение. До сих пор у нас там какая-нибудь колонка в этой УГЭ называется именно УГЭ. Ну, вы понимаете, что такое УГЭ. Если не понимаете, я вам на ушко шепну в личные сообщения в ВКонтакте или вот здесь, или в Одноклассниках, или в Фейсбуке. Я там есть, но я никого не добавляю, там у меня там 7 человек. Один из них подписчик, подписчица с Ютуба. Или в Инстаграм, в личных сообщениях напишу вам, что такое УГЭ, если вы не понимаете. Вдруг. Ну, и так как я писала статьи иногда на тему, которая, как бы, моё мнение, допустим, различалось сомнением большинства, то тоже было очень много недовольных. А я черновики статьи сейчас старалась выкладывать в ЖЖ. Ну, мне почему-то казалось тогда, что вот это надо, как бы, за историей. Оттуда тоже пошли какие-то словечки, какие-то я использовала, ну, допустим, там, какой-нибудь английский, французский, ещё что-то. Слова, которые могу понять только я, и там 2-3-4 человека. Как-то от этого пошло. Потом пошли сказки у костра, и они изначально были как бы завуалированы, но там в самом начале написано, угадайте, кто, или что-то такое. Причём это тоже было уже спинка другой моей подружки, с которой я общалась. Ну, и как бы вот я уже как-то настолько привыкла писать тогда вот или говорить каким-то таким, такой шифровкой, что как бы я не замечала, что вот что-то не так, или что люди меня могут не понять. В принципе, когда я пришла на YouTube именно в роли блогера видео, потому что YouTube в своё время использовала чисто как такую площадку, закинул чего-нибудь, оно не пропало. Я даже не думаю. Я когда закидывала сюда свою вот эту музыку, я, конечно, с одной стороны хотела, чтобы это кто-то посмотрел, но с другой стороны я была уверена, что это вообще никто не смотрит. Так же, как на тефоретнике ввела в своё время дневник, первые два года я не знала, что существует общая лента, куда попадаются посты, которые не анально огороженные. Словечко с тефоретнике, анально огороженное, чисто, по-моему, блогерское, чисто вот именно не YouTube, не видео, а именно блогерское в плане ведёте дневник. Это если вы запрещаете писать вам комментарии не только анонимов, но и зарегистрированных пользователей. Если я что-то ещё упустила, или вспомню какие-то словечки, но опять же я постараюсь потом найти эту тетрадку, просто читать, может быть, так вот видео такое вот сделаю, читаю и говорю, что это слово обозначает, употребляла я его когда-то или нет. А если вы какие-то словечки сами у меня видели, но не знаете смысла, то просто в идеале сделать тему, ну, если у вас, конечно, есть там, допустим, аккаунт ВКонтакте, да, лучше всего там, как бы менее такое напряжное, то можете мне просто там писать слова, там вот списком таким вот, в комментах у какой-нибудь темы, даже тема вот этих запросов, страница, ВКонтакте, посвящённая каналу. Если же нет, то и вам легче, допустим, на Ютуб, у вас только регистрация, то можете тут просто под видео накатать словечков, которые вы не понимаете, которые я употребляю, потому что подозреваю, что большую часть упустила, из-за того, что я на видео говорю. Но видео зато было-то логическое. На самом деле, видео оказывается короче, чем я думала, где-то на полчаса, наверное, работа. Извиняюсь. Кашляю я тут чё-то. В общем, я сейчас стабильно, старательно пытаюсь вспомнить, что я такое ещё употребляла. На самом деле, мне вот товарищ по скандерту говорил, что как бы это, сленг надо употреблять только в тех темах, где он нужен, ну там в каких-то определённых темах, не знаю. Вот в скандерте я очень долго не могла понять, что такое анлейт. Потом уже, ну вот уже где-то полгода, наверное, была в команде, не врубалась, что такое нет анлейта. Переводя с английского на русский. Скажем так ещё, я часто употребляла сленг, ну не фильтровала свой сленг, чисто вот, как бы общаешься с человеком по сети, в том плане, что кто-то мне пишет, и чтобы понять, что человек вот нормальный, что ему интересна я, а не какая-то там выгода от меня нужна, вот, и если он выдержит этот мой сленг хотя бы неделю, то я и не отвалится. Значит, общение действительно нужно им, не только мне, но и человеку. Ну в смысле, что общение имеет место быть. И я, соответственно, не фильтровала сленг свой, ну и потом уже постепенно как-то нормально. И вот чё по поводу мата. Где-то в 2011 году, кажется, где-то осенью, у меня случилось общение с одним карельским панком, а он весь такой гей-библиотекаря люди тоже. Я не помню, с чем связано, то ли он считал, что материться плохо, то ли что материться при девочках плохо, фиг знает. Короче, он вот этот мат как-то по-другому пытался по-русски нематерно обрисовать, заменить. И какие-то словечки подцепились от него. Соответственно, опять пошёл симбиоз. Допустим, пролюбить. Я думаю, понятно, да? Пролюбить, потерять. В переводе на русский, да? Потом, сейчас попытаюсь правильно, красиво сказать, если вы хотите кого-то послать в пешеэротическое путешествие, то надо было всё-таки мне зайти к нему в блог. Я давно там не была, его вообще он был у меня в твит-листе на типоритнике. Не то, чтобы разошлись в интересах, можно сказать, что я в какой-то момент в нём разочаровалась. Если меня много раз обманывают, то однажды Лёля может разочароваться. Ну, там на грамме много раз встаёшь, шишку набил, шишку набил, шишку набил, нет, я не малахист, но вот поняла, что не то это. Фраза-то какая? Я иногда употребляю, вот я даже на типоритнике, ну или ВКонтакте, я знаю, что от меня могут читать дети. Я знаю, что некоторые читают из родственников, а потом докладывают моим другим родственникам, что я вот тут материлась, что я вот такая плохая, да? Это правильно, но с другой стороны, ну, может у людей скучная жизнь. Ну, в общем, как-то он говорил так, в смысле писал, ну и говорил, мы по скайпу с ним одно время общались, так что я думаю, он говорил женский... Не помню. В общем, по-моему, я все-таки употребляла это в комментах или в видео, потому что кто-то меня этой темой троллил. Ну, в смысле не троллил, или как-то наезжал, или типа пытался обидеть. Послать на женский половой орган. На какой-то там орган я говорила, где-то вот эта фраза чисто сейчас в голове крутилась. Но вот... не... В общем, да, заменять вот эти слова, ну, понятно, какие, значит, женский половой орган или мужской половой орган, да, как-то вот так, скажем, было, есть, будет. Ну, я стараюсь сейчас, вот, кто-то мне говорил в комментах, что типа вот сохраняй свой сленг, кто-то говорил, что надо вот это убрать. Сначала мне втиралось с товарищем, что вот я так, я совершенно отличаюсь от него, я там день и ночь, значит, хотя у нас дофига общих интересов, мы настолько похожи, может, только за исключением сленга какого-то, вот именно моего такого странного специфического, что в принципе, как бы, что-то отнекиваешься, посмотри в зеркало. То бишь, нечего на зеркало пенять, кроме колероса крива, но в том плане, что, ну, как бы зеркалим друг друга. Сначала мне говорилось, что надо сленг как-то убрать. Потом мне сказалось, что к этому всему привыкли, и сленг как бы не раздражает, просто не нравится. Я пыталась, пытаюсь не материться, я пытаюсь какие-то словечки свои убрать. Сленга, что-то у меня уходит использованием, как, допустим, зальпуха, задочь приснивела, что-то иногда вспоминается, что-то вообще пропадает. В общем, я не знаю, удовлетворила я любопытство на тему этого сленга. Скорее всего, это не настолько конструктивно, как я хотела изначально, я планировала это все записать, но вот такое у меня получилось видео. В общем, всем спасибо за просмотр и не будьте садочными приснивелами. Пока!